Шифер, балки, панели. Сюда свозят весь крупногабаритный мусор. По словам местных жителей, делают это люди из соседних поселков. Причем переполненными контейнеры становятся буквально за один день. Эта дорога делит поселок на два лагеря. Многоэтажные дома с одной стороны, коттеджи с другой. Предмет многолетнего спора – мусор, а вернее его количество. Сюда водят из Экадолья, из Весеннего. И что можно сделать? Особенно летом, особенно когда начинаются ремонты. Да, с весны. Это что-то. Едем в поселок Весенний. За чередой красивых домов определить место, куда люди выбрасывают мусор, так и не удается. Проезжаем по третьей улице уже и нет ни одного мусорного бака. Пока нам не встретился вообще. Люди по ту сторону баррикад обращались к депутатам в администрацию. Там им предложили увеличить количество спецтехники. Выгружать контейнеры с мусора могут хоть каждый день. Однако это нагрузка на кошельки жителей многоэтажных домов. Ведь возрастет и оплата за услугу. Почему современный коттеджный поселок до сих пор остается без мусорных баков? Этот вопрос пока без ответа. Официальный запрос мы уже направили в администрацию Южного округа Оренбурга. Погрязнуть в мусоре могут и арчане. Там в Советском районе приостановили вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом сообщило руководство организации, которое этим занимается. Речь идет о домах, обслуживаемой управляющей компанией «Советская». Всему виной ее долги – порядка двух миллионов рублей. Парадокс ситуации заключается в том, что жители Советского района в своем большинстве прилежно оплачивают услуги по вывозу мусора. Собираемость этих платежей составляет примерно 93-95%. Вот только до нашей организации, которая непосредственно занимается вывозом мусора, эти деньги от управляющих компаний не доходили. Куда и на какие свои нужды тратили средства представители обслуживающих организаций – неизвестно. Причина, по которой арчане оказались заложниками ситуации – внутри корпоративной споры в управляющей компании. И когда они разрешатся, сказать никто не берется. Тут, собственно говоря, вот это вот, я не побоюсь этого слова, просто возня. Просто возня, не, скажем так, уродливая, в уродливых формах конкурентная борьба и ничего более. Но со следующего года в стране заработает новая система обращений с бытовыми отходами. Их планируют не просто отвозить на свалки, а перерабатывать. Все это ляжет финансовым грузом на плечи россиян. По подсчетам экспертов, стоимость вывоза мусора вырастет от 12% до нескольких раз. Все зависит от региона. Платить придется всем, в том числе и жителям поселков, где до этого с таким понятием в квитанциях не сталкивались вовсе. Наталья Мороз, Константин Воробьев, Марина Зрачева, Павел Сагайдак. Новости дня.